Похищение невест на Кавказе в свое время было очень популярно, традиции своего рода, в том числе благодаря небезызвестному Шурику из Кавказской пленницы. Кража девушек с целью женитьбы продолжается в Дагестане и по сей день. Те, кто оправдывает это, говорят, что часто это единственный способ соединить судьбы. Об очередном похищении неудавшимся, к счастью, невесты расскажет моя коллега Алина Багилова. Ролик, который облетел весь интернет буквально за один день, нерезонансный случай произошел в Хасавюрте. На кадрах видно, как белая приора преследует девушек, которые шли с занятий. Ими оказались студентки медколледжа имени Башларова. Молодые ребята попытались затащить одну из девушек в машину. Подруга невесты по неволе не растерялась на видео. Она всеми силами пытается удержать спутницу, чтобы не дать похитителям осуществить свой план. Момент похищения увидел проезжавший мимо мужчина. Заметив неладное, он остановил машину и бросился спасать девушку. Именно благодаря ему невеста и осталась на своем месте. Встав один против толпы, он отстоял свободу девушки. Храброму молодому человеку помогли его спортивные навыки. Мы обратились к невольному герою за комментарием по поводу случившегося. Пару дней назад, когда я ездил на очередную лекцию в медицинский колледж имени Башларова, я случайно попал в такую ситуацию. И вот увидел, проезжая мимо, я увидел, как девушку, которые идутся занятия домой, хотели похитить. Конечно, мы знаем, нельзя проходить мимо чужого горя. Вот основываясь на этих принципах, я вышел из машины и повлиял на это событие. И что я хочу сказать, что конфликт там же был исчерпан и девушка тоже благополучно добралась домой. Как выяснилось позже, ранее девушка была засватана за того самого парня, который пытался ее похитить. Но помолвка разладилась. Узнав, что у бывшей невесты скоро свадьба, экс-жених ничего другого не придумал, как взять да и украсть. Но план горе-похитителя не удался. Специально для нашего канала мать невесты согласилась прокомментировать это тревожное событие в жизни их семьи. Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Можно назвать его поступок героическим. Почему? Потому что мы привыкли, что когда кому-то требуется помощь, все включают камеру и снимают все, что там происходит. Поэтому я хочу пожелать ему огромное счастье, ему, его близким и всех благ в обоих мирах. Алина Багилова, Мурад Ахмедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Хасаверт.